Приветствую вас. В ситуации, которую вы описываете, конечно, есть очень важные элементы, о которых я бы хотел с вами поговорить. Во-первых, вы пишите, что долгое время я встречался с мужчиной. Знавал я, что он женат, детей нет, но по его словам он не жил женой и делал все к разводу. Знаете, Анастасия, вот когда вы узнали, что мужчина женат, и пусть даже дело все действительно шло к разводу, пусть даже все действительно там у них плохо и так далее, и так далее, но то, что вы все равно вступили вот в эту связь с ним, то, что вы позволили себе быть, ну, это его самой тайной девушкой, сказать, казалось бы, ну, если мужчина не живет в жену, если все дело идет к разводу, то зачем вам нужно быть тайной, понимаете? То есть это же очень просто. Но вы этого не сделали, то есть вы не застрили на этом внимание, тогда вы предпочли поверить мужчине, поверить ему на фронт. И, опять же, это неплохо, то, что вы предпочли ему поверить на фронт. То есть, конечно, для вас это определенно не есть, как и не есть хорошо, безусловно, для вас. Но, раз вы предпочли поверить мужчине на фронт, значит, что-то вами двигало. И двигало вами явно не чувство самооценки, явно не чувство любви к себе, явно не уважения к себе тоже и так далее. А что вами двигало? А вами двигало, собственно говоря, ну, на мой взгляд, вами двигали ваши потребности. То есть вот у вас есть потребности, у вас есть желания, у вас есть, ну, как это сказать правильно, у вас есть чувства, у вас есть какие-то стремления, у вас есть переживания, у вас есть некие, может быть, даже желания, если угодно, да? Вот они вами двигают. Подумайте, о чем и чего вы хотели, когда вступали в отношения с этим мужчиной? Чего вы хотели для себя? Чего вы хотели в этих отношениях? Что вы получили для себя в этих отношениях? Что вы получали в этих отношениях, правильно будет сказать. Ага. И вот это вам и нужно разобрать. Понимаете? Конечно, это вам и нужно понять. Это вам и нужно будет увидеть. И когда вы это увидите, то, соответственно, вам сразу, тут же, будет ясно, чего вы лишились. И, собственно говоря, когда вам будет ясно, чего вы лишились для себя, тогда вы тут же и поймете, ощутите, значит, что вы потеряли. И вам будет ясно, как, условно говоря, восполнить то, что вы потеряли. То, что вам нужно. То, что вам, ну, собственно, то, что вас беспокоит и так далее, и так далее, и так далее. Это вот первый аспект. Второй аспект заключается в том, значит, что вы пишите, значит, так, тогда в аккаунт, значит, так, пишите, что у вас гнев и боль. Значит, у вас гнев, это обиде на мужчину, на то, что он вас обманывал. Наверное, вы чувствуете, что он предал вас, наверное, вы чувствуете, что он бросил вас, но в действительности давайте подумаем так. Обиды возникают из-за непонимания того, почему человек поступил определенным образом. И, соответственно, если у вас есть эта самая обида, соответственно, если у вас есть вот это вот непонимание того, почему человек поступил определенным образом, ну, это понятно, что он действовал в своих интересах. Вы же видели в нем другого человека, не того, кем он был на самом деле. Вы видели образ, который вы сами создали, опираясь на ваши потребности. А у тебя другой вопрос, как эти потребности образованы, с чем они продиктованы, это другое. Давайте подумаем так. Вот любите вы человека, да, просто любите его. Если вы любите мужчину, то вы, наверное, желаете ему счастья. Если вы желаете мужчине счастья, то определенно вам все равно, с вами он или нет, лишь может быть, был счастлив. И если так, если вам действительно важно его счастье, то больше-то и не нужно ничего в том смысле, больше не нужно ничего в том смысле, что вы бы не переживали по поводу того, может он там, например, с вами быть, или не может он там, например, с вами быть. Все это не важно, если вы его любите, именно любите, если его. Но проблема заключается в том, что вы не только его любите, но еще и используете мужчину для того, чтобы достичь каких-то своих желаний и потребностей. И вот эти потребности нужно определить. Также для себя необходимо понять, что если вы гневаетесь на мужчину, если вы обижаетесь на него, если вам плохо от того, что вы видите, или от того, что вы чувствуете, что он там, ну, например, предатель, или что-то вроде того, да, то его предательство не является таковым. И вот почему. Потому что предатель тот, кто, по сути дела, ошибся. То есть ошибся, ну, вот знаете как, да, ошибка. Ошибка у человека. То есть человек любит вас, человек ценит вас, человек дорожит вам, ну, ошибся, вот, бывает, с тем не бывает, правильно? Вот, это предательство, да. Человек раскаивается о предательстве, человек понимает, что совершил ужасные вещи, и так далее, и так далее. Ваш мужчина не раскаивается. Тогда ему не за что раскаивать. Потому что он совершал то, что было ему выгодно. Он совершал то, что, собственно, соответствовало его интересам. И поэтому предателем он не является. Он является просто человеком, интересы которого на время совпадали с вашими интересами. И все. То есть он вас обманывал, это только потому, что вы позволяли ему обманывать. Потому что, ну, я уже сказал вам, что даже в начале отношений, вот, когда вы во втором предложении своем пишете, что все шло к разводу, но там, в личном затянулось, мужчина не жил уже с женой, и так далее, и так далее. Это уже при малейшем надавливании не выдерживало бы никакой критики, не выдерживало бы никакой провидки. И не нужно было аккаунт создавать вам, не нужно было там проверять телефон и так далее. Просто нужно было сказать мужчине, очень четко и ясно, что если ты действительно со своей женой разводишься уже, то почему мы должны быть в тайных отношениях? Ну, ты же, если говорить, что вы с ней разводитесь, что вы с ней не живете, то все. Ваши отношения закончились, остались формальными, но ты имеешь право жить дальше. И если мужчина не хочет делать вас явным, не хочет переводить ваши отношения из сферы явных, в сферу, ой, из сферы тайных, в сферу явных, то это значит, что это скрывается. И это значит, что все не так чисто. Но вам потребовалось проверять телефон, создать аккаунт, поговорить с женой. То есть вы по какой-то причине не могли пойти прямо и прямо предъявить мужчине свои потребности, свои желания и, в общем-то, свои права, причем права вполне нормальные, законные и справедливые. Вы почему-то этого не сделали. И возникает вопрос, почему? Что заставило вас поступать именно так, в обход на жизнь? Какая-то неуверенность в себе, сомнение в себе? Непонятно. И с этим нужно разобраться. Почему? Потому что данные черты, данная склонность, данные обстоятельства являются ключевым, системообразующим того, о чем вы здесь пишете. Далее. На протяжении года я не могу пережить это и идти дальше. То есть его бронье и то, что он на самом деле говорил неправду. Я не стал мстить. Вы молодец, правильно, Месси ничего хорошего не даст. Открывать глаза его жене. Жена знала, что он изменяет вам интенсии, у женщин работать хорошо. Она знала, но она, видимо, это принимала. Кстати говоря, если вы... Ну, если история про требования его женой, ну, женой мужчины денег, правда, то она его, получается, еще и шантажировала этим, использовала. Но это уже требует определенного пояснения, определенного выяснения, да. Далее. Просто ушли, но боль, дождь от меня, гнев и обида не имеют выхода. Ну, видите ли, вот именно гнев, то есть такой, знаете, такой здоровый, защитный гнев, такая здоровая злость, это хорошо, это защитная реакция. Ее можно вытеснуть в подзале, в единоборство, просто в физкультуре. Может, вам, знаете, психологи и психотерапевты на полном серьезе принимают метод. Они дают клиенту балку, приводят клиента к деревянной фигурке человека и говорят, представьте, что это вот кто-то из тех, кого вы не любите, да, там, например, ваш начальник, или там молодой человек, который обманул вас, и, собственно, они это делают, и, как бы, человек, представляя вот через эту фигурку, образ того, кто вызывает негативные эмоции, начинает эту фигурку бить, ему даже говорят, разбейте вот ее просто полностью в шепке, человек выклескивает свою злость, свою агрессию на эту фигурку и, собственно, успокаивает, понимаете. Терапевтический метод не самый сложный, но, мне кажется, довольно действенный, и вам, если вы именно чувствуете гнев, нужно это сделать. То есть вам самой нужно успокоиться, самой завершить вот это сморщение. Вот. Далее, все будет понятно, что мужчина на ваши эмоции никак не ответит. То есть, еще раз, мужчина никогда не был тем, кем вы его представляли себе. Мужчина был другим. Да, он казался вам кем-то, но образ его формировался у вас за счет ваших потребностей. Далее. Ну, в общем, вы пишите, что не могу быть с ним, чувства уже не те, и так далее, и так далее, и так далее. Работаем вместе, мне нужна эта работа, это усугубляется мое положение. Так как, так как с глаз долой, пока невозможно. Да, это усложняет, конечно, вашу ситуацию, но справедливости ради, надо сказать, что, ну, а вот, допустим, уволитесь вы с этой работы и придете на другую. И так, опять, поснакомитесь с мужчиной, и этот мужчина опять вас обидит, и что, вам опять уходить с работы? Ну, это, мягко говоря, странно будет. Поэтому, нет, уходить с работы, безусловно, не вариант. Вам нужно разгрузить значение человека, отделить любовь, как мы сказали, что это, от ваших потребностей, и ваши потребности просто-напросто удовлетворять правильно. А также, проработать на своей самооценке, может быть, на доверенности в себе, вам нужно подкорректировать ваше поведение, вашу модель женского поведения, для того, чтобы отношения начально вы строили правильно, на более беспроизвестной основе, чем до этого. До этого. Дальше. Вам также необходимо на, просто вот, бытовом уровне, а это значит, что если мужчина так себя вел, значит, это неуверенность в себе человек, который за счет вас пытался самоутвердиться, а это значит, что у него самые большие проблемы, и эти проблемы он обещать не хочет. То есть, объективно, не от хорошей жизни он начал с вами встречаться. Это значит, что жену не любит, не уважает и так далее. Он не хочет себя оставаться, потому что не хочет ломать свой привычный образ жизни, то есть, боится перемен. Но этот мужчина трус, по сути дела. И от его труса появилось бы в чем-то еще, даже если бы он ушел от жены действительно и стал бы с вами. Так что вы ничего для себя не потеряли, а наоборот приобрели. Приобрели знание, что вот такие мужчины, которые имеют как бы супругу, да, имеют супругу, встречаются с другими женщинами и, собственно, обманывают их и тянут время. Понимаете? И вы ничего не потеряли, но не потеряли на самом деле из-за этого. Вы скорее приобрели столик. Вот это тоже нужно понять. Ну и, наверное, будет лучше, если вы, разгрузив общение, разгрузив значение мужчины, все-таки, знаете, разгрузив общение значения мужчины, вы будете обращать больше внимания на другое что-то. Больше вставать, получать больше впечатлений, больше эмоций, общаться с другими людьми, с новыми людьми. И, со временем, если ваше значение мужчины, то есть, такое значение мужчины, какое вы себе представляете, спадет, то вам будет легче с ним работать, легче воспринимать его нейтрас. Вот так, примерно, это и работает. Значит, на этом, я думаю, можно закончить. Целью только отметить, что без глубинных проработки, без проработки вашей попредельности и обстоятельств, которые стали сопутствующими тем ситуациям, которые у вас произошли, более поверхностные действия не принесут какого-либо результата. Это нужно понимать. В этом нужно отдавать себя отчет. Сперва глубинная проработка, а потом коррекция поведения. Значит, надеюсь, запомогу вам. Если какие-то вопросы остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok